Святитель Иоанн Златоуст. Толкование на первое послание к фессалоникийцам. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать, ночью. Первое послание к фессалониным, глава 5 стихи 1 и 2. Ни в чьей, кажется, природе нет столько пытливости и жадности к знанию невидимого и сокрытого, как в человеческой. Это в ней обыкновенно обнаруживается тогда, когда ум еще несовершен и необразован. Так неопытные дети неотступно беспокоят и воспитателей, и наставников, и родителей множеством вопросов, в которых нет ничего, кроме как «когда бывает то-то» и «когда то-то». Это же случается и с возрастными, от неги или от того, что им нечего делать. Итак, ум наш сильно желает узнать и постигнуть многое, а особенно время кончины мира. И что удивительного, если это занимает нас, когда и самих святых апостолов это всего более занимало. Так, прежде страдания Христова, они приступили к Христу с словами «Скажи нам, когда это будет?» и какой признак твоего пришествия и кончины века? Евангелие от Матфея, глава 24, стих 3. И после страдания и воскресения Его из мертвых, также говорили Ему, «Не в сие ли время Господи восстанавливаешь Ты царство Израилю?» Деяния святых апостолов, глава 1, стих 6. И ни о чем ином прежде этого не спрашивали Его. Но не так было после. Когда они сподобились Духа Святого, то не только сами не спрашивают и не скорбят о таком неведении, но удерживают от этого и других, страдающих таким неуместным любопытством. Послушай, что говорит теперь блаженный Павел. О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья. Почему не сказал Он, что никто того не знает? Почему не сказал, что это не открыто, но нет нужды писать к вам, братья? Потому что теми словами Он более опечалил бы их. Напротив, этими успокоил. Словами «нет нужды» Он воспретил им спрашивать об этом, как о чем-то излишнем и бесполезном. В самом деле, какая была бы польза знать это, скажи мне. Положим, что кончина последует через двадцать лет, через тридцать, через сто лет. Какое это имеет к нам отношение? Не составляет ли для каждого кончины века конец его жизни? Отчего много любопытствуешь о всеобщей кончине? И отчего причиняешь себе этим печаль? Печаль. Но что бывает с нами в других случаях, то же и в настоящем. Как в других случаях мы, не обращая внимания на собственные дела, беспокоимся о чужих, говоря, «Такой-то блудник, такой-то прелюбодей, тот украл, этот обидел, а о своих не говорим ни слова, напротив, больше печемся о поступках всех других людей, нежели о своих собственных, так и здесь. Каждый из нас, оставив заботу о своем конце, желает узнать об общей кончине. Что ты имеешь общего с нею? Если ты хорошо приготовишься к своей кончине, то от всеобщей не потерпишь никакого зла, будет ли она далеко, будет ли близко, это нисколько к нам не относится. Потому-то и не сказал о ней Христос, то есть потому, что это было бесполезно. Почему же скажут бесполезно? Тот, кто сокрыл это, сам знает, почему бесполезно. Послушай, что говорит он апостолам. «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». Деяние святых апостолов, глава 1, стих 7. «Для чего же любопытствовать вам? Вот что услышали находившиеся с Петром верховным апостолом, пожелав узнать более, нежели сколько нужно было им знать. Да, скажут, но тогда можно было бы заграждать уста Эллином. Как, скажи мне. Так как они, скажете, учат, что этот мир есть Бог, то, зная время разрушения его, мы этим заградили бы им уста». Конечно, но чтобы заградить уста Эллином, нужно ли доказать то, что мир разрушится когда-нибудь, или то, когда именно он разрушится? Если желаете заградить им уста, то скажите, что мир будет иметь конец. Если они этим не убедятся, то не убедятся и тем. Послушай, что говорит Павел. «Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать, ночью. Не только день всеобщий, но и каждого собственный. Этот последний уподобляется первому, потому что имеет сходство и сродство с ним. Какое значение имеет первый для всех в совокупности? Такое же последний для каждого в частности. Время всеобщей кончины началось с Адама, а конец жизни каждого из нас есть образ этой кончины. Даже не погрешил бы тот, кто назвал бы его всеобщую кончину. В самом деле, если каждый день люди умирают тысячами, если все умершие ожидают того дня, и прежде его никто не воскресает, то не следует ли отнести этого к кончине всеобщей? Если же хотите знать, для чего сокрыт этот день и почему он придет, как тать, ночью, то я, как мне кажется, справедливо скажу вам, никто никогда во всю жизнь свою не стал бы заботиться о добродетели, если бы этот день был известен и не был сокрыт. Но всякий, зная последний день свой, совершал бы бесчисленные преступления и уже в тот день приступал бы к купеле, когда бы стал отходить. Если и теперь, когда страх неизвестности потрясает души всех, все, которые порочно вели прежнюю свою жизнь, позволяют себя крестить только при последнем издыхании, то если бы люди определенно знали последний день свой, кто тогда позаботился бы когда-нибудь о добродетели? Если при этом постоянном страхе многие отошли без крещения, если даже и такой страх не научил их позаботиться в течение своей жизни об угождении Богу, то когда бы страх этот был отнят, кто был бы тогда целомудрен? Кто кроток? Никто! С другой стороны, теперь иного удерживает от зла не только великий страх смерти, но и любовь к жизни. А если бы каждый знал, что он завтра непременно умрет, то пред этим днем он ни от чего не стал бы удерживаться, напротив, стал бы убивать, кого бы только захотел и наделал бы тысячи злодейств, мстя врагам. Человек развратный, потеряв надежду на продолжение здешней жизни, ни во что ставит даже облеченного в порфиру. Тот, кто был бы уверен, что ему непременно должно умереть, старался бы отомстить врагу и тогда уже, насытивши наперед свою душу, восприял бы смерть. Скажу в-третьих, и еще нечто иное. Люди, привязанные к жизни, и слишком пристрастные к здешним благам, и стоевали бы от уныния и печали. Например, если бы кто-нибудь из юношей знал, что скончается прежде, нежели достигнет старости, то мучился бы так, как мучатся ожиданием смерти самые робкие животные, когда их поймают. Кроме того, и самые неустрашимые мужи тогда не заслуживали бы награды. В самом деле, если бы они знали, что именно после трех лет должны умереть, а прежде не могут, то какое право имели бы они на награду за то, что решались на опасные подвиги? Тогда им мог бы всякий сказать, вы надеетесь жить три года, поэтому и подвергаетесь опасностям, зная, что вам невозможно прежде умереть. Тот только совершенно ясно обнаруживает мужество и презрение к здешней жизни, кто в каждой опасности видит для себя смерть и знает, что он останется жив, если не решится на опасность, но потеряет жизнь, если отважится на нее. Объясню вам это примером. Скажи мне, имел ли бы патриарх Авраам какое-нибудь право на награду, если бы возложил сына на жертвенник, зная наперед, что не заколит его? Что еще? Возбуждал ли бы Павел в нас удивление, если бы он презирал опасности, заранее зная, что не умрет? Ведь и самый робкий пошел бы в огонь, если бы нашел в ком-либо достоверного поручителя в том, что избегнет опасности. Но не таковы были три отрока. Что же именно, послушай, что говорят они. «Царь, Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Книга пророка Даниила, глава 3, стихи 17 и 18. «Видите ли, какую великую пользу приносит нам незнание времени смерти? Есть еще и другая, больше этой, но пока довольно знать и это. Для того, как тать в ночи так придет, чтобы мы не предавались порокам, чтобы мы не были нерадивы, и через сто не лишились награды? Сами, говорит, знаете. Зачем же вам и исследовать это, когда сами достоверно знаете? А что будущее неизвестно, познай из того, что сказал Христос. А что Он действительно для того сказал это, послушай, что Он говорит. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет. Евангелие от Матфея, глава 24, стих 42. Для того и Павел говорил, ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие во чреве и не избегнут. Первое послание к Солунинам, глава 5, стих 3. Здесь апостол указал на то, о чем сказал и во втором послании. Так как фессалоникийцы находились в скорбе, а враги их в покое и удовольствие, то он утешал их в настоящих злостраданиях словом о воскресении, а враги оскорбляли их, распространяли мнение своих предков и говорили, когда это будет. Поэтому, подобно тому, как пророки говорили, горе, которые говорят, пусть он поспешит и ускорит дело свое, чтобы мы видели, и пусть приблизится и придет в исполнение совет святого Израилева, чтобы мы узнали. Книга пророка Исаии, глава 5, стих 19. Или еще, горе, желающим дня Господня. Имея в виду не просто желающих, но желающих по неверию. А также день Господень, говорит пророк, он тьма, а не свет. Книга пророка Амоса, глава 5, стих 18. Так и апостол сказал здесь это. И смотри, как он утешает их. Он как бы так говорит, из того, что они находятся в счастье, пусть не заключают, что не будет суда. Он так и застигнет их. Стоит, однако, обратить внимание на следующее обстоятельство. Если придет Антихрист, если придет Илья, то каким же образом, когда скажут «мир и безопасность», внезапно нападет на них всегубительство? Эти события, как признаки пришествия Христова, не позволят не знать об этом дне. Но апостол и этого времени, то есть Антихристова, не указывает и не говорит, что день его пришествия будет знамением пришествия Христова, но утверждает, что Христос не будет давать предзнаменования о себе, а придет внезапно и неожиданно. Так и беременный, говорит, не нечаянно приходит время родить. Она знает, что через девять месяцев будут роды. Между тем время это ей очень неизвестно, потому что иные рождали через семь месяцев, иные же через девять, а день и час родов во всяком случае неизвестны. Итак, вот к чему Павел говорит об этом. И верное сравнение. Действительно, немного бывает признаков времени рождения. От этого многие непредвиде его рождали на дорогах и вне дома. Но апостол хотел указать в этом сравнении не на одну только неизвестность времени, а вместе и на жестокость страдания. Как рождающая, играя, смеясь, ничего совершенно не предвидя, внезапно бывает объята невыразимыми страданиями и терзается муками рождения, так точно будут поражены души по наступлении того дня и не избегнут, показывая далее, что он говорит это не о них, фессалоникийских христианах, но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Стих 4. Здесь он говорит о темной и нечистой жизни, так как развратные и злые люди все делают ночью, скрываясь от всех и окружая себя тьмою. Скажи мне, в самом деле, не вечер ли поджидает прелюбодей и не ночи ли вор? И тот, кто грабит могилы, не ночью ли приводит в исполнение свое предприятие? Итак, что же, уже ли последний день не постигнет их как тать? Уже ли не настанет он для них неожиданно? Уже ли они вперед узнают о нем? Каким же образом, апостол говорит, нет нужды вам писать? Здесь он намекает не на неизвестность времени, а на соединенное с ним злополучие, то есть последний день придет не к их злополучию, и для них он наступит внезапно, однако не принесет им никакой скорби. День Господень так придет, говорит, как тать ночью. Как вор не может сделать никакого вреда бодрствующим и пребывающим во свете, хотя бы и успел войти к ним, так точно и тот день достодолжно живущим. Напротив, он уходит, вполне лишив всего тех, которые опять и уповают на здешние блага. Потом апостол применяет к ним и другое выражение. Именно продолжает «Все вы сыны света и сыны дня». Стих 5. Но как можно, скажете, сделаться сынами дня? Так же, как сынами погибели, как сынами гиены. Поэтому Христос говорил фарисеям «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного». «И когда это случится, делаете его сыном гиенны вдвое худшим вас» Евангелие от Матфея глава 23 стих 15 «А равно и Павел, за которые гнев Божий грядет на сынов противления» Послание к Колосинам глава 3 стих 6 То есть на творящих достойные гиенны, на творящих дела противления. Подобно тому, как сыны Божии те, которые делают угодное Богу, так и сыны дня и сыны света те, которые делают дела света. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться, ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью, мы же, будучи сынами дня, да трезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Стихи с 6 по 8 Здесь апостол показывает, что от нас зависит пребывание среди дневного света. И здесь я говорю об обыкновенном дне и ночи, это не зависит от нас. Но и ночь приходит против нашей воли, и сон является против нашего желания, напротив с той ночью, и с тем сном бывает не так. Но можно непрестанно бодрствовать, можно постоянно пребывать среди дня, смежать очи духовные и предаваться греховному усыплению есть дело не природы, а произволения. Но будем бодрствовать, говорит, и трезвиться. И тот, кто бодрствует, если не будет творить добра, может спать. Поэтому и присовокупил и трезвиться подлинно. И днем, если кто бодрствует, но не трезвится, тот может подвергнуться бесчисленным опасностям. Итак, трезвость есть усиление бодрствования, ибо спящие, говорит, спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Апостол говорит об опьянении не только от вина, но и от всякого греха. Опьянение души составляют и любостяжание, и пристрастие к деньгам, и плотская любовь, и все, о чем бы ты не упомянул, в этом роде есть опьянение души. Но почему он сном назвал грех? Потому, во-первых, что грешник не имеет силы на добродетель, далия потому, что он беспрестанно увлекается воображением и ничего не видит в истинном свете, напротив, исполнен грез и часто безрассудных мечтаний. А если бы, наконец, и видел, что хорошее, то не извлекает отсюда ничего твердого и неизменного. Такова настоящая жизнь. Она исполнена только грез и мечтаний. Богатство, слава и все подобное есть сонное мечтание. Спящий не видит того, что есть и действительно существует, а о том, чего вовсе нет, грезит, как о существующем. Таков грех и такова греховная жизнь. Она не видит существенного, то есть духовного, небесного, неизменного, а только то, что течет, улетает и скоро нас оставляет. Впрочем, недовольно бодрствовать и трезвиться, надо и быть вооруженным. Если кто не имеет оружия, то хотя бы он был бодр и трезв, его могут тотчас умертвить разбойники. Итак, если необходимо и бодрствовать, и трезвиться, и быть вооружен, а мы будем оставаться без оружия, будем ноги и еще спать, то кто помешает вонзить в нас меч. Поэтому, показывая, что для нас нужно оружие, апостол прибавил, мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. Стих 8 Веры и любви говорит, указывая здесь на жизнь и правые догматы. Смотри, как он объяснил, что значит бодрствовать и трезвиться. Именно это значит иметь броню веры и любви. Не какую-нибудь веру, но пламенную, искреннюю, соделывающую непобедимыми тех, которые ограждены ею. Подобно тому, как ничто не может скоро рассечь броню, и она составляет оплот для груди, так и ты огради душу верою и любовью, и ни одна из разженных стрел дьявола не в состоянии будет вонзиться в нее. Подлинно, где сила души будет ограждена оружием любви, там напрасны и суетны все покушения злоумышляющих. Ни злость, ни вражда, ни зависть, ни лесть, ни лицемерие и ничто другое не в состоянии будет коснуться такой души. Не сказал просто в любовь, но сказал, что надо облечься в нее, как в крепкую броню. Сказавший это, далее прибавляет и шлем надежды спасения. Как шлем охраняет самое важное в нас, то есть голову, окружая и покрывая ее со всех сторон, так и упование не дает упасть нашему уму, но держит его прямо как голову, не попуская ничему постороннему упасть на него. А до тех пор, пока на нее ничто не падает, и мы не наклоняемся вниз. В самом деле тому, кто огражден этим оружием, невозможно никогда упасть. Прибывают сказано сии три вера, надежда, любовь. Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 13. Потом, сказавши «облекитесь и вооружитесь», апостол приготовляет оружие и показывает, откуда рождаются вера, надежда и любовь. И как они соделываются с самым крепким оружием, когда присовокупляет «потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы бодруствуем ли или спим, жили вместе с Ним». Стихи 9 и 10. Гори вам, книжницы и фарисеи, лицемери, якоззиждите гробы пророческие, и красите раки праведных, и глаголите «аще быхом были во дни отец наших, не быхом убообщницы им были в крови пророк». Христос говорит горе книжникам и фарисеям не потому, что они строят гробницы и осуждают отцов своих, но потому, что, как в первом случае, так и в притворном осуждении отцов своих, они поступают хуже их. А что осуждение их было притворное, об этом говорится у Луки, где они называются сообщниками отцов, потому, что они строят гробницы. Горе вам, якоззиждите гробы пророк, отцы же ваши избиши их, убосвидетельствуйте и соблаговолите делом отец ваших, якотии убоизбиши их, вы же зиждите их гробы. Евангелие от Луки глава 11 стихи 47 и 48 Здесь Христос осуждает их намерения, с каким они строили. Именно они строили гробницы не в честь убитых, но как бы хвалясь убийством и без опасения, чтобы свидетельство и память о такой их дерзости с течением времени не погибли вместе с разрушившимися памятниками. Строили гробницы, воздвигая великолепные здания, как бы трофеи, и тем показывали, что они поставляли для себя славу в преступлении отцов своих. Действительно, как бы говорит Христос, настоящие дерзкие ваши поступки показывают, что и это вы делаете с таким же намерением. Хотя вы, говорит он, под предлогом обвинения отцов ваших и говорите противное, то есть, что мы не были бы сообщниками их, если бы жили в те дни, но явно с какой мыслью вы говорите это. Потому-то Христос, обнаруживая это намерение, так объясняет его. «Сказав глаголите, ащебыхом были во дне отец наших, небыхом оба общницы им были в крови пророк, присовокупил, тем же сами свидетельствуйте себе, яко сынови есть те избивших пророки». Евангелие от Матфея, глава 23, стихи 30 и 31. Но какое преступление быть сыном убийцы, если этот сын не участвует в намерении отца? Никакого. Отсюда очевидно, что Христос говорит им это для того, чтобы дать знать об участии их в злодеянии отцов их. Это доказывают и следующие слова, которые он присовокупил. «Змея порождение ехидного» Евангелие от Матфея, глава 23, стих 33. «Как ехидны по смертоносному яду уподобляются родившим их, так и вы уподобляетесь отцам вашим по убийству». Далее, обнаружив их намерение, неизвестное для многих, он подтверждает слова свои будущими дерзкими их поступками, о которых все будут знать. «Сказав тем же сами свидетельствуете себе, яко сынови есте избивших пророки, и тем самым дав знать, что он говорит об участии их в злодеянии, и что они притворно говорили небыхом оба общницы им, присовокупил, и вы исполните меру отец ваших». Евангелие Евангелие от Матфея усиливает после этого речь свою, называя их змеями и порождениями ехиднинами и продолжает «Как убежите отсюда гиенны, отваживаясь на такие дерзкие поступки и отрекаясь от них и скрывая свое намерение?» Далее, обличая их еще с большую силу иначе, он говорит «А спаслю к вам пророки и премудры и книжники и от них убиете и распните и биете на сонмищах ваших». Евангелие от Матфея глава 23 стих 34 «А для того, чтобы они не сказали, что, хотя мы и распяли Господа, однако удержались бы от убийства рабов, если бы жили в то время, говорит «Вот, я посылаю к вам рабов и самих пророков, но вы и их не пощадите». Это говорит Христос для того, чтобы показать, что нет ничего странного, если его убьют сыны в убийстве, обманах, коварстве и дерзких поступках, превышающие отцов своих. Кроме того, он показывает, что они и чрезмерно тщеславны, когда они говорят, что если бы мы жили во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их, говорят это под тщеславию и мудрствуют только на словах, а на деле поступают совершенно наоборот. Змея, порождение ехидного, то есть злые дети злых отцов и еще злее их. Христос показывает, что они отваживаются на гораздо большие злодеяния и в жестокости превосходят даже отцов своих, хотя и хвалятся, что они не поступили бы так в подобном случае. И действительно, они оканчивают и довершают злодеяния. Те умертвили пришедших в виноградник, а эти убили и самого сына, и тех, которые звали на брак. Это еще говорит Христос и для того, чтобы отдалить их от родства с Авраамом и показать, что от этого нет никакой пользы для них, если они не будут подражать делам его. Потому и присовокупляет «кака убежите отсюда гиенны», подражая отцам своим в таких дерзких поступках. Здесь он привел им на память и обличительную проповедь Иоанна, потому что и он так называл их и напоминал им о будущем суде. Далее, так как ни суд, ни гиенны нисколько не страшили их, частью потому, что они не верили, а частью потому, что это представлялось в отдаленном будущем, то он обличает их настоящими случаями и говорит «Сего ради все аз послю к вам пророки и книжники, и от них убиете и распнете и убиете на сонмищах ваших, якода приидет на вы всяка кровь праведно проливаемая на земли, от крови Авеля праведного до крови Захарии сына Варахиина, его же убийсти между церковью и алтарем, аминь глаголю вам, якобы приидут вся сия народ сей». Евангелие от Матфея глава 23 стихи с 34 по 36 Смотри, сколько Христос предостерегал их. Он говорил, «Вы осуждаете отцов ваших, говоря, что не были бы сообщниками их, и этим немало пристыжал их. Далее говорил, вы осуждая их, поступаете еще хуже их, и это также достаточно было, чтобы посрамить их. Наконец, говорит, это не останется без наказания, и тем самым наводит на них величайший страх, напоминая им о гиенне. Но так как до гиенны было далеко, то Христос представляет им настоящее бедствие и говорит, «Яко приидут народ сей, вся сия». Евангелие от Матфея глава 23 стих 36 С наказанием соединил Христос и величайшие бедствия, сказав, что они понесут наказание тяжелее всех. Но ни отчего не сделались они лучшими. Но если кто спросит, за что же они терпят наказание тяжелее всех, я сказал бы за то, что более жестоко и хуже всех поступают, и ничем из прежде бывшего не вразумелись. Уже ли ты не слыхал слов Ламеха? От Ламеха отмстисья седмдесят седмицею, бытие глава 4 стих 24, то есть я достоин больших наказаний, чем Каин. За что же? Ведь он не убил брата. За то, что не вразумелся тем примером. То же самое говорит Бог в другом месте. Отдая и грехи отец начада до третьего и четвертого рода ненавидящим меня. Исход глава 20 стих 5 не потому, чтобы кто-нибудь из них нес наказание за чужие проступки, но потому, что после многих грешников и притом наказанных они не сделались лучшими, но подобно им предавались греху, а потому и достойны того, чтобы им терпеть одинаковые наказания. Но смотри, как кстати Христос напомнил им об Авеле, показывая, что и это убийство было сделано по зависти. Итак, что вы теперь можете сказать? Или вы не знаете, что потерпел Каин? Разве Бог оставил без внимания случившееся? Не подверг ли он его жесточайшему наказанию? Уже ли вы не слыхали, что потерпели отцы ваши избившие пророков? Не преданы ли они были бесчисленным мучением и наказанием? Как же вы не сделали с лучшими? Но для чего мне говорить о наказаниях отцов ваших и о том, что они потерпели? Ты, который произносишь осуждение на отцов своих, почему хуже их поступаешь? Вы сами произнесли приговор, что злых зле погубит Евангелие от Матфея глава 21 стих 41. Какое же извинение будете иметь, отваживаясь на такие дерзновенные проступки после такого приговора? Но кто этот Захария? Одни считают его за отца Иоаннова, другие за пророка, а иные за другого какого-то священника, имеющего два имени, которого Писание называет и Иодаем. Ныне принято считать, что речь идет о сыне первосвященника Иодая. Вторая книга про Липоменон, глава 24, стихи 20 и 21. Обрати внимание и на то, что это было сугубое злодеяние. Они не только убивали святых, но еще и в священных местах. И произнося эти слова, Христос не только устрашал их, но и утешал учеников, показывая, что и праведники еще прежде их тоже терпели. Устрашал же их предсказанием, что как те были наказаны, так и они понесут жестокое наказание. Потому и учеников своих называют пророками, мудрыми и книжниками, снова отнимая этим у иудеев всякий предлог к оправданию. Теперь, говорит он, вы не можете сказать, что я посылал из язычников и оттого вы впали в соблазн. Вас довело до этого то, что вы убийцы и жаждете крови. Поэтому он и сказал прежде, что я пошлю пророков и книжников. И все пророки обличали их в том же, говоря, что они кровь с кровью мешают и что они мужи кровей. Книга пророка Осии, глава 4, стих 2. Вот почему Бог и требовал принесения крови в жертву себе, показывая, что если в бессловесном так дорога кровь, то тем более в человеке. Поэтому он и говорит Ною, я отмщу за всякую кровь пролитую. Бытие глава 9, стих 6. Можно найти бесчисленное множество и других доказательств на то, что Бог запрещает убивать, потому Бог не повелел есть и чего-нибудь удушенного. О, как велико милосердие Бога, который, хотя и знал, что иудеи никакой не получат пользы, однако исполнял свое дело. Посылаю, говорит он, хотя и знаю, что они будут убиты. Таким образом, иудеи и здесь были обличены в том, что напрасно говорили, мы не были бы сообщниками отцов наших, и эти умерщвляли пророков в синагогах и не почитали ни самого места, ни достоинства лиц. Они умерщвляли не простых людей, но пророков и мудрых, чтобы не быть обличаемыми от них. Под именем же пророков Христос разумеет апостолов и их преемников, потому что многие пророчествовали. Потом, желая увеличить страх, говорит «Аминь». «Аминь» глаголю вам, вся сия приидут народ сей, то есть все это я обращу на ваши головы и отмщу жестоким образом, потому что тот, кто видел многих согрешающих и не вразумился, но сам поступал так же, и не только так же, но и гораздо хуже, должен подвергнуться гораздо более тяжкому наказанию, чем те. Подобно тому, как если бы он захотел, то получил бы для себя громадную пользу и сделался бы лучшим благодаря множеству примеров других, точно так же, не исправившись, становится достоин большого наказания за то, что имел много случаев к вразумлению себя от людей, прежде согрешивших и уже наказанных, но без всякой для себя пользы. Вслед за этим Христос обращает речь к городу, желая таким образом вразумить слушателей и говорит «И Иерусалиме, Иерусалиме» Евангелие от Матфея глава 23 стих 37 Что значит это сугубое воззвание? Это голос милосердия, сострадания и великой любви. Как будто предлюбимую женщину, которую постоянно любили, но которая презрела любившего ее и через то заслужила наказание, он оправдывается, когда намерен уже был поразить казнью. То же делает он и через пророков, когда говорит «Ирикох, обратись ко мне и не обратись». Книга пророка Иеремии глава 3 стих 7 Сделав такое воззвание к Иерусалиму, Христос исчисляет совершенные им убийства. Избивай пророки и каменем побивай и посланные к тебе, калькраты восхотех собрать и чада твоя и не восхотесь Евангелие от Матфея глава 23 стих 37 Защищая от преступлений против него, он говорит, что и всем этим ты не отвратил меня от себя и не отклонил великого благоволения моего к тебе. Напротив, я хотел и не однажды или два раза, но многократно привлечь тебя. Калькраты, говорит он, восхотех собрать и чадо твоя, якоже собирает кокош птенцы своя под крыле и не восхотесте. Этими словами он хочет показать, что они всегда отдалялись от него по причине грехов. Сравнением же изъявляет свою любовь, потому что эта птица горячо любит своих птенцов. Такое сравнение пророков с крыльями везде и в песне Моисея и в псалмах означает особенное смотрение и попечение. Но не восхотесте, продолжает он, все оставляется дом ваш пуст. Евангелие от Матфея глава 23 стих 38 то есть чужд моего покровительства. Итак, сам он прежде покровительствовал им, поддерживал, хранил их, сам он и наказывает их всегда. И теперь угрожает он наказанием, которого они всегда чрезвычайно страшились, так как оно указывало на полное нарушение их гражданского быта. Глаголю бо вам, яко не имоти меня видите от сели, донди жречете благословен гряды во имя Господне, Евангелие от Матфея глава 23 стих 39 и это голос любви пламенный, сильно влекущий их не прошедшими только, но и будущими событиями, так как здесь он говорит о будущем дне своего второго пришествия. Но что, неужели они с этого времени не видали его? Говоря «отсели», он указывает не на этот самый час, но на все время, которое протекло до его страданий. А так, как они всегда обвиняли его в том, что он богопротивник и враг Богу, то он и убеждает их любить себя тем, что показывает свое единомыслие с отцом и свое присутствие в пророках, а потому и употребляет те же самые слова, какие и пророк. Этими же самыми словами он предвещал и воскресение, и второе пришествие свое, давая разуметь даже и самим неверующим, что тогда они несомненно поклонятся ему. Но как он указал на это, предсказывая многое будущее, именно что пошлет пророков, что их будут убивать и даже в самых синагогах, что сами они потерпят крайние бедствия, что дом останется пустым, что они подвергнутся ужасным несчастьям, каких прежде никогда и не было. Все это для самых бессмысленных и упорных могло быть ясным указанием на его второе пришествие. Спросим их, не посылал ли он к ним пророков и мудрых, не убивали ли они их в синагогах, не оставлен ли дом их пустым, не постигли ли род этот все наказания. Все это очевидно, и никто не будет спорить. И подобно тому, как сбылось все это, так сбудется и последнее его предсказание, и тогда, без сомнения, они покорятся ему. Но это нисколько не послужит им в оправдание, так же, как и всем, которые будут раскаиваться тогда ввиду разрушения их государства. Поэтому пока есть время, будем делать добро. Как для иудеев не будет тогда никакой пользы от прозрения, так и нам не принесет тогда пользы наше раскаяние в нечестии. Так и кормчему ничего не остается более делать, когда от его нерадения корабль погрузится в море, и врачу после смерти больного, но каждому из них надо б на прежде все обдумать и сделать, чтобы не подвергнуться никакой опасности или стыду. После же все бесполезно. И так и мы, когда больны, призовем врачей и сдержим деньги и приложим все старание, чтобы освободившись от болезни, быть потом здоровыми. И какое мы обнаруживаем попечение о рабах наших, когда они бывают больны телесно, такое же обнаружим и о себе самих во время болезни души нашей. Мы к самим себе ближе рабов, и души наши лучше тела их. Но несмотря на это, мы едва ли прилагаем и такую же заботу о душе. если мы ныне не будем этого делать, то после смерти не будем в состоянии ничем оправдать себя самих. И кто же будет так жалок, скажешь ты, чтобы не приложил такого же попечения о душе? Это то и удивительно, что мы так невнимательны к самим себе, что пренебрегаем собою более, нежели рабами. Когда рабы больны горячкою, мы призываем врачей, отделяем особую комнату и заставляем повиноваться предписанием врачебной науки. И если они не родят о себе, мы принимаем меры более строгие и приставляем стражей, которые не позволяли бы им делать то, чего бы хотелось. И если ухаживающие за ними скажут, что нужно приготовить дорогое лекарство, мы соглашаемся. Если приказывают что-нибудь, мы слушаемся и платим деньги им за их предписание. Когда же мы сами бываем больны, а мы больны всегда, то не призываем ни врача, ни денег не издерживаем, но так неродима душе, как бы о враге каком и неприятеле. Это я говорю не вукоризну заботливости о рабах, но желая показать, что по крайней мере такое же старание мы должны прилагать и о нашей душе. Но как же это делать, скажет кто-нибудь. Покажи свою больную Павлу, призови Матфея, пошли за Иоанном, узнай от них, что должно делать с таким больным. Без всякого сомнения они скажут и не утаят ничего, ведь они не умерли, но живы и могут говорить. Но душа твоя не чувствует того, что она одержима горячкой. Ты принуть ее и пробуди в ней рассудок, призови к ней пророков, этим врачам не нужно платить денег. Они не требуют награды ни за свои труды, ни за лекарства, ими приготовляемые. Кроме дел милосердия, не принуждают тебя ни к каким издержкам, во многом даже сами помогают тебе. Так, когда заставляют соблюдать воздержание, избавляют тебя от излишних и неуместных издержек, когда научают трезвости, обогащают тебя, видишь ли искусство врачей вместе с здоровьем, доставляющих деньги. Прибегни же к ним и узнай от них свойства своей болезни. Так, ты любишь деньги, жаждешь богатства, как больные горячкой воды холодной. Послушай, что они советуют. Как врач говорит тебе, если удовлетворишь свое желание, погубишь себя, и то, и то случится с тобою, так и Павел. Хотящие богатитеся впадают в напасть и сети дьявола, и в похоти многие несмысленны и вреждающие. Я же погружают человеки во всегубительство и погибель. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 9. Но ты нетерпелив? Слушай же, что говорит он. Еще мало елика елика гряды приидет и не укоснит. Послание к евреям, глава 10, стих 37. Господь близ, ни о чем же пицитеся. Послание к филиппийцам, глава 4, стихи 5 и 6. И опять приходит образ мира сего. Первое послание к Коринфянам, глава 7, стих 31. Этим он не приказывает только, но и утешает подобно врачу. И как эти последние вместо холодной воды придумывают дать что-нибудь другое, так и Павел дает другое направление желанию. Ты, говорит, он хочешь обогащаться, обогащайся добрыми делами. Стремишься собирать сокровища, не запрещаю, только собирай их на небесах. И подобно тому, как врач говорит, что холодная вода вредна для зубов, нервов, костей, так и Павел более кратко, он любит краткость, но зато гораздо яснее и сильнее сказал, корень всем злым сребролюбие есть. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 10. Чем же должно пользоваться? Он говорит, и об этом, довольством, вместо любостяжания. Есть же снискание велия, говорит он, благочестие с довольством. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 6. «Если же ты нетерпелив и жаждешь большего, и не решаешься оставить все излишества, то и такому больному, сказывает он, как нужно ими пользоваться, чтобы радующиеся остяжании были якоже не радующиеся, а имущие яко не содержащие, и требующие мира сего, яко не требующие». Первое послание к Коринфянам, глава 7, стихи 30 и 31. «Видишь ли, что он предписывает? Хочешь ли, представлю тебе еще и другого врача? Я готов. Эти врачи не похожи на врачей телесных, которые взаимными своими спорами часто губят больного. Они не таковы. Они заботятся о здоровье больных, а не о собственной славе. И так не бойся, что их много. Один во всех вещает Учитель Христос». Смотри, вот приходит еще другой и резко говорит о твоей болезни или лучше его устами говорит сам Учитель. Не можете Богу работать и мамоне Евангелие от Матфея глава 6 стих 24. Скажут пусть так, но как же это может быть? Как нам отказаться от своего желания? И этому здесь можно научиться. Каким же образом? Слушай, что говорит он. «Не скрывайте себе сокровищ на земли, и где же черфи тлят лит, и где же татьи подкопывают и крадут». Евангелие от Матфея глава 6 стих 19. «Видишь ли, как он указанием на место и истребителей отклоняет от этой земной страсти и устремляет тебя к небу, где ничто не истребляется? Если, как бы так говорит он, будете собирать богатство там, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапывают и не крадут, то и болезнь эту отразите, и душе доставите величайшее богатство». Сказав это, он представляет и пример для вразумления тебя. И как врач, устрашая больного, говорит, такой-то, напившись холодной воды, погубил себя, так и он приводит богатого, который, будучи болен и желая жизни и здоровья, не мог получить этого по страсти к любостяжанию, но отошел ни с чем. Затем другой евангелист указывает еще на другого богача, горящего в пламени и не имеющего даже и капли воды. Евангелие от Луки, глава 16, стих 24. Потом, показав, что эти заповеди легки, Христос сказал «воззрите на птицы небесные». Евангелие от Матфея, глава 6, стих 26. Но, будучи снисходителен, он не дозволяет и богатым отчаиваться. «Невозможное у человек, говорит он, возможно суть у Бога». Евангелие от Луки, глава 18, стих 27. «Хотя и богат ты, но все еще может исцелить тебя этот врач». Впрочем, он не запрещает обогащаться, но не велит быть рабом денег и предаваться любостяжанию. Как же можно спастись богатому? Все стяжание свое, делая общим для нуждающихся, как поступал Иов, изгоняя из души пристрастие к большему и ни в каком случае не приступая пределов необходимого. «После того представляет тебе и мытаря, который, несмотря на то, что был одержим сильную горячкою любостяжание, скоро избавился от этого недуга» Евангелие от Луки глава 5 стих 27. «Кто корыстолюбивее мытаря? Но и он сделался человеком нелюбостяжательным, повинуясь предписанием врача». Таковы были у него ученики, которые, будучи одержимы такими же, как и мы, болезнями, скоро выздоравливали. И каждого из них он нам представляет в пример, чтобы мы не приходили в отчаяние. Посмотри на этого мытаря. Обрати еще внимание на другого начальника мытарей. Он обещался раздать вчетверо более против всего насильственно им приобретенного имения и половину из своего собственного, чтобы принять Иисуса. Евангелие от Луки глава 19 стих 8. «Но ты слишком распален страстью к деньгам? Считай принадлежащее всем как бы за свое. Больше, нежели ты ищешь, говорит он, даю тебе, отворяя для тебя домы богатых по вселенной, и же оставит отца или матерь, или села, или дом, старицую примет». Евангелие от Матфея глава 19 стих 29. «Таким образом не только получишь весьма много, но и совершенно утолишь эту сильную жажду, и будешь переносить все легко, не только не заботясь об излишнем, но часто отказывая себе в необходимом. Так Павел алкал, и был доволен этим более, нежели когда ел, послание к филиппийцам глава 4 стих 11 «И подвижник, получив венец за свои подвиги, не решится предаться бездействию и праздности, равно как и купец, получивший прибыль от торговли на море, не захочет уже оставаться в бездействии, так и мы. Если вкусим должным образом от духовных плодов, будем почитать уже за ничто все настоящее, увлекаясь как бы некоторым сладким упоением желанием будущего. Итак, вкусим, чтобы освободиться от суеты настоящих благ и достигнуть будущих благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, Которому слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь. Субтитры Субтитры